Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в недетскую игру. И так как я так и не смогла пройти старика, точнее, старика-то я прошла, но я не смогла победить сущность, которая будет после старика. Поэтому мы сразу приступаем к главе второй. Итак, новая загадка. Ребята смогли отразить удары старика и сущности. Они потратили все силы на сражение, поэтому позволили себе перевести дух. Все, кроме Насти. Сволочь! Господи, что происходит? Мы победили! Понял, старикашка? Ублюдок, ты больной! Розгами было слабее. Шепотом произнес Андрей, чтобы никто его не услышал. По старику было видно, что он не ослаб. Что происходит? Что это за летающая бредятина, которая хочет нас убить? Это Гриндос. Пора бежать! Я не хочу больше здесь находиться. Гриндос, царь тьмы. А ты царь... Кхм-кхм, да-да-да. Он поможет мне кое-что сделать с вами. Я тебе сейчас глотку вырву, если не прекратишь этот цирк. Не зли меня, жалкая девчонка. Да что ты сделаешь? Я? Тебе было мало? Пускай года как ласточки летят. Зависит возраст женщины от духа. Быть можно молодой и в пятьдесят. А можно жить в пятнадцать, как старуха. И что? Мама! Ты снова постарела. Что? Обалдеть! Как? Настя! А еще кто-то говорил, что это временная болезнь. Значит, не болезнь. Молодость, ты не теряйся. С птицами не улетай. Рядом со мной оставайся. Во тьме утро встречай. Шах и мат. Ведьма. Я... я... я просто в шоке. Как? Гриндос, обвей их всех тьмой. Мгновенно из пола появились щупальца тьмы, которые обвили всех ребят. Вы хотите убежать, но не получится. Жалкое зрелище. Это сон. Это сон. Это все просто сон. Что теперь? Ничего? Тогда... Замолчи. Хочешь увидеть настоящую магию? Я тебе ее сейчас покажу. Гриндос, который все это время находился возле старика, полетел к Насте. Нет. Возьми самого трусливого. Илью в обиду не дам. Закрой рот, Данила. Только тронь нас. Гриндос схватил Данилу и понес его к старику. Отпусти! Помогите! Не сопротивляйся! Гриндос кинул Данилу на пол, и тот начал отползать в сторону. Древняя сила огня. Дай мне свои силы. Из тени прошлого мертвый воин снова обретет свою плоть. С Данилой начало происходить что-то непонятное. Он увеличился в размерах и упал на пол. Нет! Если бы я могла выбраться из этих штук, то убила бы тебя, не думая. Данила! Нет! Я урою тебя! Закройте свои рты! Гриндос, принеси мне второго, которого вчера чуть не убила мать. Леша? Меня никто не пытался убить. Не смотрите на меня. Я сам могу убить, кого захочу. Андрей? Да. Простите. Гриндос схватил Андрея и понес его к старику. Андрей, нет! Гриндос не стал кидать Андрея на пол, чтобы тот не смог избежать. Древняя сила воды. Дай мне свои силы. Из тени прошлого мертвый воин снова обретет свою плоть. Андрей тоже увеличился в размерах и упал на пол. Нет! Я сотру тебя в порошок! Гриндос, следующий. Хоть бы это был Илья. Кстати, где он? Что? Нет, где он? Гриндос схватил Лешу и понес его к старику. Прощай, Настя. Нет, Леша. Когда Гриндос принес Лешу, старик начал произносить свое заклинание. Древняя сила земли. Дай мне свои силы. Из тени прошлого мертвый воин снова обретет свою плоть. Леша, как и остальные ребята, увеличился в размерах и упал на пол. Теперь ты. Я уничтожу тебя. Старику было все равно на ее угрозы. Он подошел к ней. Древняя сила воздуха. Дай мне свои силы. Из тени прошлого мертвая воительница снова обретет свою плоть. Тело Насти рухнуло на пол. Вот и все. Ничего себе. И что же с ними произошло? Я так понимаю, в их телах теперь будут какие-то мертвые воины? Ладно, продолжим. Илья и Руду. Часть первая Илья лежал на берегу реки. В его голове проигрывалась та ужасная сцена в клубе. На другом берегу реки овцы щипали траву. Они были без пастуха. Или его просто не было видно. Прошло несколько минут, прежде чем Илья пришел в сознание. А! Что случилось? Где я? Я заикаюсь? Илья лежал спиной к реке. Он видел перед собой только песок. Он услышал шаги, но не мог пошевелиться, чтобы посмотреть, кто к нему приближается. К-к-кто здесь? Внезапно тот, кто приблизился к Илье, схватил его за ноги и кинул в реку. А-а-а! Илья лежал на берегу реки. Он был без сознания. В его голове проигрывалась та ужасная сцена в клубе. Овцы на другом берегу щипали траву. Илья пришел в сознание. А-а-а! Г-г-где я? Илья попытался встать на ноги, но не чувствовал их. Он попробовал помассировать их руками, но когда он потянулся к ним, его снова кто-то схватил. В этот раз за правую руку. А-а-а! Отпусти меня! Крикнул Илья, летя снова в реку. Илья лежал на берегу реки. Он был без сознания. В его голове проигрывалась та ужасная сцена в клубе. Овцы уже собирались уходить. Илья пришел в сознание. Г-г-где я? Илья не мог пошевелиться ни ногами, ни руками. Кто-то снова подошел к нему. Г-г-где я? Незнакомец ничего не ответил. Он снова схватил Илью, в этот раз за голову. А-а-а! Н-нет! Илью снова кинули в реку. Илья лежал на берегу реки. Он был в сознании. Но не мог пошевелиться. Г-г-где я? Ха-ха-ха-ха! Д-д-Данила? Я Андрей. Ш-ш-што? Настя, говорю я. Н-а-э-с-т-я. Н-ничего не понимаю. Илью снова схватили и кинули в реку. Илья не лежал на берегу реки. Он находился в какой-то комнате. Где я? Илья! Что? Где я? Кто меня зовет? Дверь распахнулась и в комнату зашла Маргарита. Здравствуйте. Ты! Что? Тарас! Принеси мне розги! Э-э-э-э... Извините, но мне пора домой. В комнату зашел Тарас и передал Маргарите розги. Нет! Не-не-не! Держи его! Тарас вышел из комнаты. Маргарита кинула Росги на пол. И тоже покинула комнату. В комнату зашел Андрей. Привет. Привет. У меня к тебе несколько вопросов. Ну, во-первых, что ты делаешь в моей комнате? И сам не знаю. Я уже ухожу, прости. Во-вторых, почему ты голый? Что? Илья посмотрел на себя и ответил. Я в одежде. Не видишь, что ли? Это пока. Э? Андрей кинулся на Илью и повалил его на кровать. Ты совсем? Илья дал отпор Андрею, повалив того на пол. В комнату зашла Маргарита вместе с Настей. О нет! Андрей! Справишься сама? Господи, я ничего не понимаю. Что происходит? Бедный Илья. Он сейчас... Вы представьте себя на его месте. Происходит что-то невероятное. И ты ничего не понимаешь. И по-моему, это ужасно. Маргарита вышла из комнаты и заперла ее на замок. Что тут происходит? Скажи же ему. Ты должен отдать мне всю свою одежду. Чего? Ты что, из этих, что ли? Если не сделаешь это сам... Сделаете вы? Ха-ха-ха! Нет, не мы. А кто? Он. Настя указала пальцем на шкаф. Ну-ну. Внезапно дверцы шкафа распахнулись. Илья посмотрел внутрь шкафа. Шкаф как шкаф. Андрей кинулся на Илью. И начал снимать с него одежду. Илья не мог сопротивляться. Он не чувствовал свои руки и ноги. Почти все. Осталась только одна маленькая деталька. Если ты это сделаешь, то я... Андрею было все равно на слова Ильи. Он протянул свои руки к... Эм? Что? Какого... Ну, наконец-то. А-а-а! Пожалуйста, не убивай меня! И не ешь меня! Илья отбежал в сторону. Я разграбил Оу. Илья упал в обморок. Ну, нет. Подожду снова. Илья проснулся на берегу реки. Зачем я тут лежу? Я же пришел покупаться на речку. Блин, плавки забыл. Ну, ладно, без них тогда поплаваю. Илья разделся и зашел в воду. Ммм, хорошая вода, теплая. Эй ты! А ну, вылазь из воды! Мне надоело тебя ждать. А-а-а! А-а-а! Илья вскочил с песка. Фуф, это был только сон. Все это было сном. Но я без одежды? Блин, это не сон! Блин, Илья, когда же до тебя уже дойдет-то? Ты даже старика не боялся. А тут испугался и уже несколько раз подряд одного и того же. Илья лежал на берегу реки. Он был без сознания. Уф, ладно. Читаем дальше. Миссия Криптоса. Часть первая. Безжизненные тела ребят лежали на полу клуба. Старик подошел к одному из тел и, схватив его за руку, сказал. Данила, деревенский простачок, трусливый мальчишка, который может испугаться собственной тени. Живешь с бабушкой, родители работают в городе, друзей нет. Да, Данила, я не ошибаюсь. Илья не считает тебя другом. Жаль. Старик отпустил руку Данилы и пошел к следующему телу. Леша, всем своим друзьям ты нужен, как собаке пятая нога. И ты прекрасно это понимаешь. К сожалению, ты был незапланированным ребенком. Жаль. Старик отошел от Леши и направился к Андрею. Андрей, в отличие от Леши, ты был желанным ребенком в семье. Твои родители очень сильно любили тебя, когда ты был малышом. Я не могу тебе рассказать, почему сейчас их отношение к тебе изменилось. Боюсь, что ты будешь в большем шоке, чем я, когда узнал это. Красивый, стройный, умный паренек. Друг, о котором можно только мечтать. Еще нет и восемнадцати, а уже испытал столько боли. Жаль. Старик направился к телу Насти. Настя, самая умная из тех, кто здесь находится. Но даже это тебе не помогло избавиться от меня. Старик не успел закончить, как тело Данилы начало судорожно дергаться. Да, Гриндос. Гриндос, который все время не сдвигался с места, проник в тело Данилы. Случилась темная вспышка. Данилы больше не было. Псатк с возвращением. Криптос, что? Я жив? Не думал же ты, что я вас брошу. Тела людей? Что это значит? Это был единственный способ вернуть вас к жизни. Я в теле человека? Скорее, тело человека использовалось как... Неважно, где мои братья. Жди. Криптос, а почему ты? Псатк не успел договорить, как тело Андрея тоже начало дергаться. Гриндос, пора. Гриндос проник в тело Андрея, после случилась вспышка. Ах! С возвращением. Криптос, Псатк? Псотк. Как? Как, Криптос? Скажи спасибо этим детям. Что? Люди? Что они тут делают? Они мертвы? Это было... Либо мы, либо они. Но... Ладно. Криптос, так почему ты... Псатк снова не успел задать свой вопрос, ведь тело Леши тоже начало дергаться. Гриндос, пора. Как и в прошлые разы, Гриндос совершил все свои действия. Псатк. Ты снова живой? Что? Где я? Я жив? Не может быть. Ты жив, поверь мне. Это правда. Мы все живы. Но как? Я... Честно, я сам не понимаю. Но... А нам это так важно? Хватит, замолчите. Кстати, Криптос, а почему ты в... В человеческом облике? Да. После этих слов, последнее тело тоже начало судорожно дергаться. Гриндос без подсказки старика проник в тело Насти. А после, в четвертый раз, случилась вспышка. Криптос. Крун. А это ж, я так понимаю, мертвая воительница? Значит, это типа женского рода, Крун. Братья-псы. Я так понимаю, что мы уже не мертвы? Да. Почему ты выглядишь как человек? В мире людей то... Точно. Гриндос, лети сюда. И ты тут? Тогда мы все в сборе. Без вас было так тихо. Привыкай снова. Я собрал вас тут не просто так. Мне нужна ваша помощь. Обалдеть! Илья и Руду, часть вторая. Прошло несколько минут, прежде чем он очнулся. Илья не понимал, находится он в реальности или во сне, поэтому решил вспомнить все, что помнит. Я помню, что просыпался у реки. После меня кто-то хватал и кидал в нее. Помню комнату. Там была какая-то женщина и какой-то мужчина. Что-то еще было, но уже не помню. После Илья поднялся с песка, обернулся и увидел стоящее перед ним существо. А-а-а! Он испугался и ущипнул себя, чтобы проверить, сон ли это. Я реальный. Не стоит себя щипать. А-а-а! Что тебе нужно? Пожалуйста, не ешь меня! Успокойся. Илья уже бежал к реке. Ты что, утопиться хочешь? Отвали от меня! Или я уже мертв? Ты живой. Успокойся. Я не желаю тебе зла. Ну-ну, зла он мне не желает. Мне чокнутого деда хватило. Или ты и есть тот самый старик? Я старик? Разгравиллоу направился к Илье, а тот начал отходить назад. Не подходи ко мне! Илья уже стоял по пояс в воде. Успокойся и не бойся меня. Илья развернулся и поплыл на противоположный берег. Остановись! Почему? Я хорошо плав... Внезапно Илья стал тонуть, как будто что-то потащило его на дно. Эй! Это шутка? Илии уже не было видно на поверхности. Ммм... Где он? Не пошел же он на дно. Через пару мгновений Илья всплыл на поверхность. Он плыл по течению реки лицом вниз. Что? Нет! Верни его! Я знаю, что ты здесь! Начал завывать ветер, а после перед Разгравиллоу из-под земли выбралась та, кого он звал. Верни его! Ты не должна была его забирать. Прошу, верни! Собеседница кивнула, посмотрела на плывущее тело Ильи и исчезла. В паре метров от Разгравиллоу на берегу реки появился Илья. Опять ты? Сначала говоришь, что не желаешь зла, а после топишь? Успокойся же ты, наконец! Я не топил тебя! Илья взглянул на противоположную сторону реки и увидел свое тело, толкающееся о берег. Что? Там мое тело? Илья посмотрел на свои руки и увидел, что вся его кожа стала бледно-синей. Я мертв? Да, ты умер по своей вине. Тебя никто не просил лезть в воду. Меня что-то потащило на дно. Я не виноват. Я думал, что это был ты. Души утопленников не могут попасть ни в ад, ни в рай. Скажи спасибо, что ты сейчас здесь. А где я должен быть? И почему я здесь? Что-то ты стал более разговорчивым. Ну? Узнаешь, но потом. Сейчас у меня к тебе есть предложение. Какое? Ты хочешь снова стать живым? А если нет? Тогда ты отправишься в место похуже ада. Окей. Ты будешь обречен на вечные муки. Я был плохим человеком по жизни. Буду считать, что это обычный ад. Хорошо. Ага. А теперь, что будет, если я захочу стать живым? Думаю, этот вариант тебе понравится намного больше. Если ты поможешь мне одолеть Криптоса, то я помогу тебе стать снова живым. Кто это? Старик, который напал на вас в клубе. Какие есть гарантии, что ты меня не обманешь? Думал я тупой и не смогу тебя раскусить? Тогда мне придется мстить одному. А ты отправишься. Стой! Я не очень сильно хочу тебе помогать, но хочу отомстить этому старикашке. И желание отомстить очень большое. Я за. Молодец. Почему я здесь оказался? Почему мне снились странные сны? Я выбрал тебя, чтобы отомстить Криптосу. Ты самый смелый, в отличие от остальных. Стоп! А если бы я не утонул и не захотел бы тебе помогать? Я бы вернул тебя обратно в клуб, где старик убил бы тебя. Какой смысл помогать тебе, будь я жив? Смелый, но тупой. Месть. Кстати, меня зовут Разгравилоу, но зови меня Граф. Хорошо. А что со снами? Когда ты оказался здесь, то заснул. Я подождал, пока ты очнешься. Но, увидев меня, ты упал в обморок. После ты уже знаешь. А что тебе снилось, так это я уже не знаю. Хорошо. И как нам убить старика? Ха-ха-ха-ха. Его невозможно убить. Тогда... Руду. Миссия Криптоса, часть вторая. Вы должны принести мне жемчужину Крипто-Клайдуса. Что? Это невозможно. Никто не знает, где она находится. Я знаю того, кто знает. И я бы не стал просить вас, если бы мог выйти из этого клуба. Что? Почему? Это долгая история. Рассказывай. Хорошо. Слушайте. Скоппиндер, стой! Скоппиндер остановился и повернулся лицом к Криптосу. Какая трусость. Даже разговаривая со мной, ты находишься в человеческом облике. Мне самому решать, в каком облике быть. Скоппиндер отвернулся и стал обращаться к дому. Проклятый дом. Дом проклятый. Услышь мой зов. Говорю в последний раз. Остановись. Черная мгла. Заполни мое бездушное сердце тьмой. Да не оставь в нем ни капли сострадания. Начался сильный ветер. Все окна дома распахнулись. Что ты натворил? Заполни же мое сердце. Да так, чтобы в аду меня боялись. Дверь дома распахнулась. И из нее вылетел мощный поток черной мглы, который влетел в Скоппиндера. Пора избавиться от тебя. Да что ты! Все ко мне! Из дальних кустов выбрались трое братьев псов, птица Крун и Гриндас. Шестеро на одного. Не боишься проиграть? Скоппиндер пошел к проклятому дому и зашел в него. Жалкий трус. Тебе не уйти от меня. Мы ведь туда не пойдем. Не волнуйся. В этот дом можно заходить только людям. Он родился человеком. Что? Расскажу после. Скоппиндер вышел из дома и обратился к Криптосу. Дом дал мне то, что победит тебя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, меня ничто не может победить. Смейся, сколько тебе влезет. Тебе недолго осталось. Тебе осталось меньше. Хотя да, какой же я обманщик. Скоппиндер взмахнул рукой и Криптос отлетел в сторону. Что? Мой отец не смог истребить вас, поэтому это сделаю я. Как бы не так. Вся мгла моего сердца, не щадя себя. Псотк побежал на врага и сбил его с ног. Поглоти всех. Мгновенно из тела Скоппиндера вылетело огромное облако черной мглы. Нет. Мгла поглотила псотка, а после и остальных друзей Криптоса. Ха-ха-ха-ха, теперь ты. Я? Не смеши меня. Твое время вышло. Ты использовал силу проклятого дома, и теперь он заберет тебя. Что? Я не позволил. Встретишься со своим отцом. Скоппиндер начал разваливаться на кусочки. Будь ты проклят, Криптос. Дверь проклятого дома закрылась, а части Скоппиндера превратились в черную мглу и исчезли. Псатк, Псотк, Псетк, Крун, Гриндас. Не нужно было вам идти со мной. Мы оживим их. Гриндас, ты жив? Но как? Вот так вас не стало. И где причина твоего заточения тут? Ах, да. Илья и Руду, часть третья. Кто? Погоди. Помнится мне, что нужна еще и жертва. У тебя же есть враги? Да. Хочешь принести одного из них в жертву? Конечно. Что мне нужно делать? Я отправлю тебя обратно к людям. Найдешь своего врага и коснешься его. После вы окажетесь здесь. Хорошо? Разгравил Оу, взмахнул своими руками и что-то проговорил. Илья растворился в воздухе. Надеюсь, что все получилось как нужно. Дверь местного магазина открылась, и в него зашла Маргарита вместе с Тарасом. Какие люди? Никто не обратил внимания на ее слова, поэтому мать Андрея подошла к женщине, стоящей в очереди. Где мой сын? Простите? Это вы мне? Не притворяйся, что не знаешь меня. Извините, но я действительно вас не знаю. Вы ошиблись. Закрой свои роты, слушай меня внимательно. Мой сын сбежал к твоей дочке. Что? К Насте? Именно, к этой твари. Женщина, выбирайте выражение. С чего такая ярость? Что случилось? Мой сын до сих пор не вернулся домой. Где он? Отвечай, мерзавка. Я ничего не знаю. Настя тоже еще не вернулась домой. Видимо, они все еще гуляют. Если ты немедленно не скажешь мне правду, то я закопаю тебя заживо. Женщина, успокойтесь и прекратите кричать на весь магазин. Сама свой рот закрой. Маргарита со всей силы ударила собеседницу в живот. Офигеть. Мама Насти упала на пол. Два молодых человека, которые только оплатили свою покупку, решили вмешаться. Один из них достал телефон и начал набирать номер скорой, а другой потребовал Маргариту успокоиться и покинуть магазин. Успокоиться? Да пошел ты на... Мужчина протянул свои руки к Маргарите, а та, не теряя ни секунды, схватила того за голову и свернула ему шею. Что? Кассирша побежала в сторону подсобки, а другой мужчина ничего не успел сделать, как Маргарита свернула шею и ему. Тарас! Лови ту девицу! Тарас побежал за кассиршей. Слушай меня внимательно, тряпка. Убийца! Тебя посадят. Ха! Не найдут доказательства. Тарас! Из подсобки вышел муж Маргариты и подошел к ней. Камеры здесь есть? Никогда не было. Кто еще сейчас в магазине? Мы и кассирша. Что ты с ней сделал? Я догнал и вырубил ее. Молодец. Что дальше будем с ней делать? Рид, давай не будем ее убивать. Она милая. Может выколоть ей глаза и вырвать язык? Но... Быстро! Ладно. Тарас пошел в подсобку. Ты же понимаешь, что теперь тебе так просто не уйти. Чокнутая. Где мой сын, говоришь? Мама Насти с трудом поднялась с пола и облокотилась на прилавок. У тебя девять жизней, что ли? Да пошла ты! Мама Насти достала из-за спины пистолет и направила его на Маргариту. Раздался звук выстрела. Тарас услышал этот звук и выбежал из подсобки. Рита! Нет! Он подбежал к своей жене. Рита не могла больше стоять. Рита! Нет, не умирай! Что с кассиршей? Я обыскал все, но ее нигде нет. Испарилась, по-твоему? Не знаю. Заверши мое дело. Рит! Рита! Нет! Ой! Так быстро? Что случилось? Я появился у себя дома и понял, что меня никто не видит. Я вышел оттуда и пошел к врагу. По дороге услышал крик в магазине. Мне стало любопытно, и я туда зашел. Увидел девушку, и там еще... Ты докоснулся до нее. Я случайно! Верни нас обратно! Я верну только ее. А как же жертва? Овец на том берегу видишь? Вижу. Одна из них и будет. Но... А не надо было. Ладно. Овца так овца. Это было сложно, особенно в начале. До понимания дошло только уже ближе к концу. Собственно, Илья и Руду, часть 2, мне немножко разъяснили ситуацию. Осталось только выяснить, за что же Разгравилов хочет отомстить Криптосу. Ну и в принципе, будет все дальше понятно. В общем, ребят, на сегодня все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!